Так, теперь я позволю начать семинар, представив сегодняшнего докладчика. Причем, Татьяна Валентиновна, вы куда-то пропали? Вы, наверное, экраном хотите поделиться уже, да? У меня почему-то камера выключилась, когда я хотела принять, что можно записывать. Да, ну сейчас включилась. Ну, замечательно. Ну, так вот, сегодня у нас выступает на семинаре Татьяна Валентиновна Снытникова. Это достаточно молодой сотрудник, хитрую фразу, того, что мы по-прежнему, люди из Новосибирска называют ВЦ, включая туда все, что находится в здании вычислительного центра, хотя это институт вычислительной математики и математической геофизики. Вот, да сейчас я скажу фразу, которая может обидеть сегодняшнего выступающего. И тем не менее, я прошу как раз фразу не обижаться. На эту фразу не обижаться. Дело вот чем. Дело вот чем. О том, что, может быть, многие знают, я об этом говорил. В декабре прошлого года скончался мой научный руководитель. Валерий Александрович, не помнишь. Вот, и побывав несколько раз у его супруги, Анны Шмильевны, уже пожилого человека, с плохим зрением, я вдруг с интересом узнал, что у Анны Шмильевны до сих пор есть аспирант. Вот, я был вообще удивлен и спросил, как, кто? И вот отсюда я и узнал о том, что вы, над чем вы работаете, чем занимаетесь. И мне показалось, что это будет интересно и хорошо, если вы выступите у нас. Эта тематика не совсем наша. Боюсь, что вы прямо сейчас не найдете понимания. Поэтому очень прошу, в частности, ассоциативную модель рассказать аккуратно. Понятно? Очень прошу. Да, я очень постараюсь. Да, да, да. И тем не менее, я очень рад, что у Анны Шмильевны продолжается работа. И надеюсь, что сегодня из вашего выступления узнаем много-много чего. У меня еще одна просьба. Я очень неполно вас представил. Расскажите немножко о себе еще, хорошо? Все, теперь вам слово. Вы можете делиться экраном. И да, мы вас слушаем. Так, сейчас. Да, все замечательно. Я потом переключусь, наверное, вот сюда. Так, полноэкранный режим включился. Да, все хорошо. Я немножко тогда расскажу предысторию этой работы, потому что началась она действительно в 2001 году. Я поступила в аспирантуру. Потом был долгий-долгий-долгий перерыв. И в 2016-м, получается, когда в нашей семье появилась карта NVIDIA, мы поняли, что теперь эта работа получает вторую жизнь. И начали ее, собственно говоря, заново. Я так понимаю, что я могу спокойно говорить по-русски? Да, я не вижу среди участников англоязычных никого, да. Но презентация у нас на английском. Я буду подглядывать свои русские слайды. Итак, тема у нас «Эффективная реализация модели ассоциативных вычислений на графических ускорителях». Почему это актуально? Почему, несмотря на перерыв в больше, чем в 10 лет, я вернулась к этой теме и хочу все-таки защитить кандидатскую диссертацию именно по этой теме? По закону Мура, одному из его следствий, известно, что информация удваивается каждые 18 месяцев. И большинство этой информации является неструктурированной и неорганизованной в базе данных или знаний. С другой стороны, мы знаем, что алгоритмы поиска у нас на больших данных – это узкое место для машин типа фон Неймана. Но ассоциативные параллельные модели архитектуры лишены этого недостатка, поскольку они ориентированы специально на поиск. И поиск – это их главное свойство, что поиск по данным не зависит от количества этих данных. Поэтому у нас регулярно возникают задачи, где можно пользоваться только ассоциативными моделями. Я про них расскажу чуть попозже, но сначала я немножечко очерчу круг основных понятий, на которые я буду базироваться, чтобы было немножечко понятно, что я включаю в это, а что нет. Итак, у меня реализация стармашины. Стармашина – это абстрактная модель ассоциативной обработки данных, куда включается особенность архитектуры – специализированный язык для ассоциативной обработки. То есть только модель и только язык. Самой машины в железе не было не построено никогда, тем не менее, мой научный руководитель и потом мы вместе с ней разрабатывали различные алгоритмы для решения задач на графах на этой модели. Параллельные. То есть они очень долго существовали только на бумаге, и вот теперь их можно использовать на графических ускорителях. Язык стар, который используется – это паскалеподобный язык, включающий в себя, кроме стандартных операций языка, паскаль, который все знают, типы данных, таблица, тейбл, слайс или битовый столбец, но обычно мы его называем слайс, и слово. По-английски оно word, но все-таки слово – это, скорее, строка таблицы. Операции над этими типами, которые осуществляют ассоциативный поиск. И также, Анна Ишмилевна, была разработана библиотека стандартных процедур, которые являются основными для ассоциативной обработки данных. Под реализацией на графических ускорителей стар машины я подразумеваю библиотеку на куди, которая моделирует типы данных и операции над ними. Вот эти вот тейбл, слайсы, word. Также включает модуль, реализующий библиотеку стандартных процедур, и модуль вывода-вода данных. На данный момент это графы, большие графы, у них есть свои выходные-входные типы, которые нужно читать, расширение. Позвольте сразу вопрос, что у вас называется большими? Большие, которые непосредственно помещаются, например, матрицей инцидентности на графический ускоритель или еще больше? Большими я подразумеваю от 5 до 100 тысяч, которые помещаются на графический ускоритель. Потому что реализация сейчас, ну и скорее всего, вообще сделана на один графический ускоритель. Она не подразумевает коммуникацию нескольких. Все, спасибо, понятно. Здесь есть особенности, они потом будут. Я не знаю, стоит ли говорить о цели диссертационной работы. Вы знаете, реплика, я вот сейчас смотрю, у нас прямо сейчас нет ни одного аспиранта. Вот если бы аспиранты были, то точно стоит, чтобы они привыкали, как проходит защита. Но сейчас ни одного можно опустить. Хорошо. Я аспирант технически. Ой, да, 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 есть точно, Николай Кудасов, да. В том случае, Татьяна Валентиновна, будет хорошо, если вы в качестве образца, как выступают обычно, представляете диссертацию и раздозовете цели, да, точно. Хорошо. Цель диссертационной работы состоит в создании программных схеме для эффективной реализации ассоциативных параллельных алгоритмов на графических ускорителях. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. Первое. Построена реализация базовых операций языка STAR на GPU. Второе. Для увеличения эффективности реализации выделены операции языка STAR критичной к синхронизации. Дальше. Разработан модуль ввода и вывода данных. В-четвертых. Реализована библиотека стандартных процедур языка STAR. В-пятых. Доказана эффективность реализации STAR машины как оценкой теоретической сложности процедур реализации, так и практическим сравнением времени работы с временем работы аналогов. И, наконец, выработаны методы оптимизации ассоциативных алгоритмов для выполнения на графических ускорителях, учитывающие архитектурные различия STAR машины и GPU. На защиту выносятся следующие положения и результаты. Выявлены операции языка STAR критичной к синхронизации. Построена реализация модели ассоциативных вычислений на графических ускорителях. Разработана классификация библиотеки стандартных процедур языка STAR по способу обработки данных. Выработаны методы оптимизации ассоциативных алгоритмов для выполнения на графических ускорителях, учитывающие различия STAR машины и GPU. Эффективность реализации STAR машины обоснована как оценкой теоретической сложности процедуры реализации, так и практическим сравнением времени работы с временем работы аналогов. Теперь мы переходим к первой главе, а конкретно к модели памяти. Все мы привыкли к модели RAM, когда на вход получается адрес и на выход данные этого адреса. В отличие от этого ассоциативная память на вход получает данные, которые сравниваются в памяти, и на выход мы получаем адрес, где они хранятся. Сама ассоциативная память часто используется в скоростных кэшах, сетевых маршрутизаторах, в специализированных базах данных и знаний. Но ассоциативный процессор это не есть устройство с ассоциативной памятью. У него есть еще свойства, которым оно должно удовлетворять. Эти свойства описаны были Поттером еще в 1991 году теоретически, но в принципе с тех пор и до ничего особенно не изменилось. Итак, у ассоциативного процессора есть следующее обязательное свойство. Первое свойство последовательного устройства управления. IS, да, IS, передает инструкцию всем ячейкам за единицу времени. Активные ячейки ее выполняют, эту команду. Неактивные принимают команду, но не выполняют ее. И процессор, последовательное устройство управления может активировать ячейки. То есть в принципе все команды у нас синхронизированы в ассоциативном процессоре. В современных архитектурах от этого свойства отказываются. Второе свойство обязательно. Константное время выполнения глобальных операций. Сюда относят побитовые логические операции, доступ к столбцам и строкам матричной памяти как на чтение, так и на запись. И выбор активной ячейки. В принципе, немного свойств, но в современных языках программирования, допустим, у нас мы можем либо быстро к столбцу добраться, либо к строке. Но одновременно за такт добраться и к строке, и к столбцу обычно мы не можем. Третье свойство, ассоциативные свойства непосредственно, которые выполняются за единицу времени. Первое. Передача данных выбранной ячейкой всем остальным. То есть синхронизация данных. Выбор старшей ячейки из множества активных. И базовые операции поиска равенства меньше, больше, минимум, максимум. И арифметические операции выполняются за время пропорционально числу битовых столбцов в таблице, а не числу ее строк. Это свойство одновременно можно считать параметром, который легко проверить, будет модель ассоциативной или нет. Если это свойство нарушается, то мы ее не можем отнести к ассоциативным моделям или архитектурам. С другой стороны, как раз его я указывала как узкое место модели фонеймановского типа. Ну, не только фонеймановского, у нас уже сейчас. Теперь я немножечко скажу про модели, которые были. Их, наверное, было много, но основная часть работы у нас получается на американской модели АСК и МАСК. Они обе базировались на существующем процессоре СТОРАН. Еще АСПРА и наша модель Стармашина, которая тоже базировалась на СТОРАН, но параллельно американским разработкам. У них похожие архитектуры и одинаковые принципы ассоциативной обработки. Тем не менее, есть отличия. В моделях АСК и МАСК поиск ведется для байта или слова целиком. То есть все строки проверяются байтом или чуть больше. И для всех операций критичная синхронизация. В Стармашине обработка идет побитовая. То есть один столбец, с ним мы что-то делаем, дальше делаем со следующим. И часть операций не критична к синхронизации. Именно эти два свойства приводят к тому, что удалось реализовать Стармашину на графических ускорителях. Насколько я понимаю и отслеживала такие результаты, такие попытки для модели АСК, у них не получилось. Потому что синхронизация на каждом шаге съедала весь прогресс от параллельной обработки. А теперь хочу немножко описать про непосредственно архитектуры, которые были построены и для чего они были построены в разное время. Во-первых, первое, то есть бум был, наверное, разработки с начала 70-х до, наверное, 80-х. Очень много было работ по ассоциативным архитектурам, но, тем не менее, первой успешно, коммерчески успешной архитектурой был Старан. Он был выпущен в 1972 году, их было несколько версий. Один модуль был у нас на ВЦ, именно с него, наверное, и началась работа на Шмельевне. Соответственно, он был широкого профиля. На его базе был построен другой процессор, АСПРА. Он был построен в 1982 году, и основное свойство, которое от него требовалось, кроме ассоциативности, еще очень маленький размер. Этот процессор был чуть меньше, чем метр кубический. Как вы понимаете, в то время еще многопроцессорные машины были достаточно крупные. Это было сделано для того, чтобы его можно было использовать в радарах полубных самолетов разведчиков. По-моему, АВАКС. Я не про... Е2ХАУКОЙ. Да, АВАКС. Соответственно, данных про него мало. Вся работа в основном засекречена. Но, тем не менее, для управления воздушными сообщениями США потребовалась вот такая машина, и она была сделана. До какого года она использовалась, тоже уточнить не смогу. Дальше японцы делали процессор AXM2. Работы по нему публиковались с 1990 по 1994 год. Он был построен для системы машинного перевода. Астрал и BMT. И для перевода устной речи в режиме реального времени. Эта задача на тот момент тоже не решалась неассоциативными процессорами. Следующая машина, по которой мне удавалось найти данные, это CAM-2000 от Рутгерса. Она была сконструирована с поддержкой НАСА. Соответственно, скорее всего, там какие-то космические разработки. Опять-таки, задачи не сильно прослеживались по публикациям в свободном доступе. Ну и последняя, самая последняя, которая уже, в принципе, закончила разработку, это Atlas Fast Tracker. Она проектировалась с 2008 по 2016 год и дальше наращивалось ее производство специально для обслуживания детектора Atlas большого адронного коллайдера. Там очень большая задача, связанная со скоростью обработки данных, в которую обычными методами тоже не могли решить. Там каждые 20 миллисекунд нужно обрабатывать, по-моему, сейчас в районе 10 терабайтов данных и только часть отправлять дальше. Но разработчики Atlas Fast Tracker, процессора, они собирались после того, как выполнят весь детектор большого коллайдера, применить свою разработку еще и для медицинской визуализации, в частности в томографии, в системах видеонаблюдения, в смарт-камерах, в любых задачах высокоскоростной фильтрации данных, изучения зрения, других функций мозга. И у них были идеи сделать маленький чип, который можно вставлять буквально в смартфоны. Я сейчас не слежу дальше за их разработками, но идея у них была очень-очень интересная. Соответственно, в выводах в первой главе все представленные архитектуры были построены для решения конкретных задач, которые не могли быть эффективно решены на системах архитектуры PRAM, Parallel Random Access Machines. Это те кластера, которые у нас стоят, в частности на ВЦ, и не только. Все-таки их мощностей не хватало на каждом этапе для решения нужной задачи. Также постоянно разрабатываются новые ассоциативные процессоры, и ведется работа над тем, чтобы сделать ассоциативные процессоры пригодными для портативных устройств. Также ведется разработка ассоциативных алгоритмов. Отсюда следует актуальность эффективной программной реализации абстрактной модели ассоциативных процессоров стармашины на современной архитектуре. Глава 2. Реализация стармашины на графических ускорителях. Обоснование выбора архитектуры для реализации. На вот этом графике представлена модель стармашины. Также она практически совпадает с моделью ASK и, в принципе, более-менее совпадает с ассоциативными архитектурами. Есть устройство последовательного управления, который передает команду каждому процессорному элементу, а уже процессорный элемент работает со своей строкой матричных данных. Процессорные элементы обмениваются информацией между собой и посылают ее на последовательное устройство управления. В тот момент, когда модель делалась, количество процессорных элементов было 128, 256, 1024. Это считалось много. На данный момент 1024 – это уже не очень много, мягко говоря. Но основное свойство, мешающее реализовать, – это синхронизация на каждом шаге вычислений. Получается особенности графических ускорителей. С одной стороны, мы видим, что архитектура в каком-то плане похожа. У нас также есть хост, который последовательный. Он вызывает блоки, блоков и потоков, может быть, до 6 тысяч. Это зависит от карты. Сейчас уже больше 6 тысяч возможно одновременно вызвать потоков обработки. У него есть глобальная память и есть память, доступная каждому потоку в блоке. Поэтому, по крайней мере, по количеству потоков графический ускоритель нам подходит. Кластер, где процессоров может выдаваться 4, 6, 8, в этом плане не подходит. Что еще хорошо уложится для реализации в графических ускорителях – это то, что блоки можно номеровать до трех размерностей. То есть можно как 1D, можно как 2D и можно как 3D. 3D я не использовала, но 2D дает там, где можно, очень интересный эффект. Что плохо? Команды в графическом ускорителе не просто не синхронизируются обычно. То есть они обрабатываются обычно пакетом. Но между блоками синхронизации не бывает. Можно синхронизовать потоки внутри одного блока, но сделать так, чтобы все блоки синхронно синхронизировались – это невозможно. Поскольку в GPU необязательно все вызванные блоки сейчас же одновременно выполняются. Там они переспределяют мощности, и поэтому они отказались от синхронизации под блоком. А мне она была бы полезна. Сложности, которые приходится преодолевать при реализации. Но, как я уже говорила, синхронизация операций всех ячеек, как активных, так и неактивных, здесь было решено, что среди всех операций языка стар выделены операции критичной синхронизации и некритичной. И только для операций критичной синхронизации использовались отдельные ядра. Остальные запаковывались в одно ядро. Но это особенность стармашины, которая позволяет это сделать. ВАСКе нельзя. Вторая сложность – доступ за такт к столбцам и строкам матричной памяти. Мне пришлось выбирать, к чему делать доступ быстрым, к чему помедленней. Поэтому, поскольку чаще у нас обработка по столбцам, поэтому доступ к столбцам просто идет по ссылке и практически мгновенно. А вот доступ к строкам реализуется хоть и за константное, но большее время. Следующая проблема – это передача данных, выбранная ячейкой всем остальным. Здесь все достаточно просто. Используется глобальная память графического ускорителя. И поэтому не нужно пересылать данные, как это, допустим, делается в MPI. Выбор старшей ячейки из множества активных ячеек – это та операция, с которой удалось справиться лишь частично. И вместо того, чтобы она была константная, сложность ее реализации – логарифм по основанию 64 от длины таблицы, от N. И критерии эффективности реализации, базовые операции поиска и арифметические операции выполняются за время пропорциональной числу битовых столбцов таблицы, а не числу ее строк. Здесь на слайде, в таблице показана профилировка базовых операций. Нам нужно убедиться, что они практически константы, не зависит от длины обрабатываемых данных, либо в случае выбора старшей ячейки они укладываются в логарифм по 64. Данные я проверяла на 100 более активно, а 1000, 3, 5 дальше уже особо не проверяла, но они в целом укладываются в теоретические оценки. А внизу в табличке у нас показан логарифм по основанию от 64 – это сколько сверток мне нужно для операции ФНД. И получается, что этот логарифм растет достаточно медленно. То есть мне нужно 5 сверток, которые покроют 16 миллионов. Чаще всего все-таки обрабатываемые данные идут в районе от 4 до миллиона. То есть вот в этом диапазоне, где нужно максимум 3-4 свертки. Поэтому результат реализации считаю достаточно хорошим. Базовые алгоритмы. То есть вот первый этап был реализация языка. Второй этап – это была реализация библиотеки стандартных процедур. И там получилось, что эти процедуры можно разделить на 4 группы по тому, как они работают с таблицами. В первой группе у нас базовые операции критичной синхронизации используются. И это процедура поиска минимума и максимума. Вторая группа – критична к синхронизации процедур нет, но управляющий слайз изменяется в процессе вычисления. Сюда относят поиск строк таблицы, совпадающих с образцом, матч, но основная процедура, наверное, поиска. А также сравнение строк грейд, больше-меньше. Гэл выдает больше-меньше равно, распределяет строки. И сравнение двух таблиц построчно. Найти где меньше, где больше. И опять разделяет строки на три части. Третья группа – арифметические операции. Здесь нужно следить за тем, чтобы результат был корректным на самом деле. И эта процедура только не константная. И в четвертом группу относятся все процедуры, у которых не только нет базовых операций критичной синхронизации, но и управляющий слайз не изменяется. Это значит, что их можно делать одновременно не только по строкам, но и все столбцы делать одновременно. И вот здесь как раз выручает то, что в графических ускорителях можно нумеровать блоки по X и Y, а не только по X. И здесь, получается, реализация дает лучший результат, чем оценка в модели. Я ее назвала как 2D-парализация по двум измерениям парализации. Так, что-то у меня тут немножечко поехало цифрами. Все названные процедуры в модели имеют сложность у от H, где H – ширина таблицы. Но в реализации, поскольку у нас есть разные операции, эта сложность немножко меняется. В первой группе получается множитель логарифм, по основанию 64, во второй оно соответствует теоретическому как в модели, в третьей вместо множителя появляется только слагаемая для корректности последней, а в четвертой, поскольку мы одновременно и по столбцам идем, и по строкам, то у нас константное, более-менее константное время работы. Для различных данных проверялось. На двух процессорах. Geoforce 920M – это ноутбук, его графическая карта, а K40 – это узел, один из узлов Кеплера для НКС-30Т. В принципе, они более-менее сопоставимы, но немножко разные характеристики, немножко разные числа. Тем не менее, у нас теоретическая оценка более-менее совпадает с практическим результатом. Но поскольку у нас все-таки модель графических ускорителей и стармашины отличаются, то мне было необходимо выработать рекомендации, как же адаптировать ассоциативный алгоритм, написанный на языке стар, под выполнение на графические ускорители, чтобы сделать быстрее. И здесь есть вполне четкие рекомендации, которые можно строго по алгоритму пройти и посмотреть, что мне здесь нужно сделать. Ну, первое – это нужно определить точки синхронизации и уменьшить их число. И здесь получается, что мы должны отмечать себе операции чтения записи строк, циклы и условные операторы с предикатами сам или зеро, которые говорят, а есть у меня в слайсе 0, единичка, или он пустой. То есть эта проверка требует синхронизации, поэтому если можно их количество уменьшить, это будет хорошо. А второе – нам нужно проследить, а изменяется ли тот управляющий слайс. И если он не изменяется, значит, мы можем использовать двухуровневый параллелизм и выполнять лучше, чем в ассоциативном алгоритме на языке стар. И третье – уже расставив точки синхронизации все, можем объединить некритичные операторники, критичные к синхронизации или базовый алгоритм 2-4 типа в отдельные ядра. То есть не каждую процедуру в отдельном ядре вызывать, а все совместить в один, чтобы у нас тоже уменьшилось время. Оно уменьшается достаточно сильно, поскольку вызов ядра всегда занимает какое-то время. Если у нас много мелких ядер, мы на этом теряем производительность. И таким образом у меня выводы ко второй главе. Во-первых, реализованы базовые типы операций языка стар. Время выполнения либо не зависит от размера данных, что соответствует теоретическим, либо логарифм по основанию 64 от длины таблицы для реализации операций трех операций. ФНД, которая выбирает старшую ячейку, или предикаты, которые говорят, есть ли единица в выбранном слайсе. Остальные операции выполняются за константное время. Во-вторых, реализована библиотека стандартных ассоциативных процедур. Хочу сказать, что на самом деле, кроме реализации, конечно же, эти процедуры были сравнены по производительности, во-первых, с библиотекой STL C++, то есть поиск по массиву, например, поиск минимума-максимума, по вектору. И для библиотеки CUDA Trust, которая делает такие же операции, как STL, но параллельно. И получается, что для данных больше 5000 элементов STL работает гораздо медленнее, чем параллельные реализации, что, в принципе, ожидаемо. И CUDA Trust, и моя реализация, останема по скорости. Я считаю, что это тоже хороший результат. И, естественно, третий. Выработаны конкретные рекомендации для адаптации ассоциативных алгоритмов под исполнение на графическом ускорителе. Извините, можно вопрос? Когда вы говорили двухуровневый параллелизм, это что такое? Напомните. Честно говоря, я не стал перебиваться, чтобы добавить, что я иначе не понял, о чем будет речь? Обычно ассоциативный алгоритм выполняется по столбцу. То есть мы взяли первый столбец, все элементы обработали, взяли второй столбец, все элементы обработали. И вот так вот по таблице идем. Может быть, прыгаем по столбцам, но, тем не менее, в единицу времени мы обрабатываем один столбец. Но в случае, когда у нас управляющий столбец не изменяется, и мы знаем, какие строчки нужно обрабатывать, и они одинаковые для всего, мы можем одновременно запустить в работу не один столбец, а всю таблицу. Понятно. Может, еще один вопрос сразу, по ходу дела? Когда идет речь о строках и столбцах, это числовые или бинарные? Двухзначные. Это бинарные. 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 Ну, это один из недостатков на данный момент, мне кажется, что уже бинарной обработкой никто не занимается, но, тем не менее, для графов она вполне адекватная. То есть можно представить себе структуру данных, где как раз двоичное представление, характеристическая функция, самое то, да. Хорошо, спасибо. Еще вопрос есть у кого-нибудь прямо сейчас? Если нет, можно продолжать. Хорошо, да. Дальше у меня третья глава посвящена как раз тому, что алгоритмы ассоциативные, которые были написаны на бумаге, мы посчитали на графических ускорителях. Здесь задачи по теории графов всего три. Первое, почему подходит теория графов для решения на ассоциативных процессорах, простые типы данных. Чаще всего граф задается все-таки таблицей. И это позволяет строить параллельные алгоритмы для решения задач. При этом обработка графа происходит по вершинам. То есть мы берем вершину, и все входящие или исходящие дуги, ребра мы одновременно обрабатываем параллельно. Таким образом, полиноминальные задачи у нас сводятся на размерности, если была сложность О в степени n, то ассоциативный алгоритм будет сложностью О в степени vn-1. А если сложность обработки была как количество вершин плюс количество дуг, v плюс e, то он сводится все-таки к количеству вершин, потому что дуги мы обрабатываем одновременно. А поскольку у нас обычно при обработке количество дуг все-таки больше и значительно больше, чем количество вершин, то выигрыш очевиден. А также были разработаны динамические алгоритмы. Последовательных динамических алгоритмов достаточно много, с параллельными динамическими алгоритмами очень их трудно найти. То есть обычно динамические алгоритмы параллельно не делают, только последовательно. На практике реализация предполагает все-таки графы от 1000 до 10000 вершин. Миллион влезет, но это не всегда разумно. То есть для очень больших графов не предполагается использование этой реализации. Были, здесь описываются и были сделаны, во-первых, алгоритм Воршала, транзитивного замыкания. Его реализация из кубической в последовательном случае свелась к линейной в нашем параллельном случае. Вместе с Анной Шмильевной делался алгоритм, инкрементальный алгоритм дерева для динамической обработки дерева кратчайших, инкрементальный алгоритм диэкстра для динамической обработки дерева кратчайших путей после добавления новой дуги. То есть у нас было дерево кратчайших путей, мы добавили какую-то дугу, и нам нужно изменить дерево, а не пересчитать его с нуля. То есть используя те данные, снова сделать его деревом кратчайших путей. И еще один алгоритм, инкрементальный и декрементальный алгоритм Ромолингома для решения проблемы достижимости в потоковых графах с одним источником. Опять-таки мы имеем потоковый граф, мы знаем, какие вершины были в нем достижимы, а потом либо добавляем дугу, либо удаляем дугу, и тогда перестраиваем это решение. Для всех них проведены численные эксперименты. Так, опять у меня все поехало по подписям. Но придется комментировать. Первое, алгоритм Воршелла, он был мне интересен тем, что в его ассоциативной версии алгоритма использовались только операции языка старт. Соответственно, на нем я проверяла, получилось ли им у меня реализовать язык старт. Что мы имеем? На верхней картинке у нас с синий чертой время последовательного решения отмечено для графа с тысячами, двумя, тремя, четырьмя и пятью тысячами вершин. А внизу, вот здесь вот два совпадающих практически решения, это оранжевый ассоциативный алгоритм, который был написан так, как он написан на бумаге, для абстрактной модели. И второй алгоритм Нариньяни, он был написан группой индийских, не уверена, ученых для графических ускорителей. То есть он не ассоциативный, он для графических ускорителей, параллельный. Но поскольку мы выполняем на графических ускорителях оба, было интересно сравнить. Ассоциативный, переведенный на GPU, и сделанный для GPU сразу. И исходные алгоритмы, они близки. И гораздо быстрее последовательного. Но дальше для алгоритма Нариньяни были еще улучшения. Синим вот здесь нарисовано улучшение, блочная реализация так называемая, когда там немножко перестраивалась обработка. И красным блочная реализация с использованием разделяемой памяти. То есть его и еще другая команда улучшила. А желтым получается, это наш алгоритм, который был прогнан через адаптацию. Вот я перечисляла, как адаптировать ассоциативный алгоритм для выполнения на графическом ускорителе. Таким образом получилось, что у нас как раз нет зависимости по столбцу. И здесь возможен двухуровневый параллелизм. Все столбцы мы одновременно можем выполнять. И получается, что когда у нас есть ассоциативный алгоритм и есть рекомендации для его адаптации, мы получаем результат лучше, чем когда как-то улучшаем параллельный алгоритм не ассоциативный. И у тех... Извините, извините, а можно... А что такое алгоритм на Риньяне? Я вот сейчас даже в поисковике искал, не нашел. Если алгоритм Флойда Оршелла это общее место, все должны знать. А что такое алгоритм на Риньяне? Это реализация на графическом ускорителе. Я вам сейчас подробно не скажу, но одна из идей, первая, которая приходит при распараллеливании алгоритма Оршелла, это мы делаем N квадрат процессоров и каждому процессору заставляем его умножать свою строку на свой столбец. Кажется, что должно быть в таком случае все хорошо, но в принципе как бы N не получается, получается N квадрат. А дальше часть ученых заметила, что так, а мы можем не весь столбец на всю строку, а разбить это дело на блоки. И там блок у них, по-моему, был все-таки там разбивалось на три последовательности, диагональная отдельно и еще отдельно. Я подробности опять-таки не сильно помню. Я могу дать потом ссылки на статьи непосредственно. Наверное, это будет даже мне интересно просто посмотреть. Да, хорошо. Не то, что суперинтересно, но любопытно. Да, за счет, да, хорошо. Все, что у меня статьи у меня есть. Я вижу, у вас в конце даже на страничке-то написано название. Прошу, продолжайте. Извините, что перебил. Ну, таким образом получается, что в принципе ассоциативный алгоритм, который не переделывает последовательный, то есть не распараллеливает последовательный, а именно делается параллельным при том, что мы можем адаптировать его под графический ускоритель, дает очень хороший результат. Так, на этом слайде получаются расчеты на разных видеокартах и кластерах классического ассоциативного алгоритма и адаптированного под графические ускорители. Брался, ну, опять ноутбук GeForce 920, брался узел Кеплера на ВЦ, брался видеокарта Titan X, это фитовский кластер, и брался вольта вольта, кластер НГУ. И для вольты адаптированный алгоритм на 5000 вершин занимает совсем короткое время. То есть эволюционируют графические ускорители и каждый раз они обрабатывают быстрее. С другой стороны, для классического время не сильно изменяется, ну, потому что здесь N квадрат, а здесь N. В принципе, вот есть такая взаимосвязь. Следующая задача, я опять удивилась, ладно. Глава третья. Есть инкрементальный алгоритм диэкстры, когда мы вставляем дугу. И здесь смысл в том, чтобы посмотреть, сколько вершин затронут изменения и сколько дуг нужно было бы пройти, если бы мы проходили их последовательно. Количество вершин смотрелось 2000, 4000 и 8000. Числа двойки, это армат 11, армат 12, армат 13. Алгоритм, который строил с нуля, использовал вот это время, то есть, в принципе, секунды 6 секунд, 9 секунд, 29 секунд. В случае, когда мы делаем динамически, у нас время сильно сокращается. Динамически делалось в двух вариантах. В первом добавлялась дуга 0, когда ничего не меняется. вот и нет, вес дуги 0 и второй вес, случайный вес, так же, как граф случайный, потому же алгоритм добавлялась случайная дуга. В случае, когда вес дуги 0, там, наоборот, больше изменений получалось в среднем 6-8 вершин изменялось из 2 тысяч, которые меняли к кратчайшему расстоянию с 8 тысяч до порядка 7-15. При этом 90% случаев было до 3 тысяч вершин. До 3 вершин на всех графах изменяется. То есть у нас вершин много 2 тысячи, 4 тысячи, 8 тысяч, но кратчайшие пути изменили не так много вершин до 3 в 90% случаев. А в случае, если вес добавлялся случайный, то в 90% случаях кратчайшие пути не изменились. Понятно, да? Да, вполне понятно. Правдоподобно, по крайней мере. И в таком случае получается, что пересчитывать только часть гораздо выгоднее, чем считать заново весь все дерево кратчайших путей при изменении графа. В принципе, для случая, когда мы рассматриваем задачу связности потоки похожее, то есть по сравнению с динамическим со статическим мы выигрываем, но в случае динамического последовательного и динамического ассоциативного, поскольку мы идем по дугам, то нам нужно проверить гораздо меньше, мы идем по вершинам, нам надо проверить гораздо меньше вершин, чем дуг в последовательном варианте. Ну и выводы. Разработаны и реализованы ассоциативные динамические алгоритмы. Для динамических алгоритмов не удалось обнаружить других параллельных реализаций, при этом они дают ускорение на несколько порядков по сравнению со статическим алгоритмом. И в случае алгоритма... В случае с алгоритмом Воршелла теоретическая сложность была снижена с кубической до линейной и на практике алгоритм действительно давал время близкое к линейной, а не квадратичное, как обычно это бывает. Дальнейшие возможные перспективы для реализации это возможность использования в биоинформатике я только подхожу к этому к этой области, но мне кажется, что она должна здесь хорошо подойти, поскольку в обработке генетических данных у нас большие массивы данных, десятки и тысячи нуклеоидов нужно проверять и ассоциативная обработка должна подойти. С другой стороны, у нас очень маленький алфавит, если мы берем нуклеотиды, то это всего 4, и это занимает 3 бита, а если мы берем аминокислоты, то их 20, и это занимает 5 битов, а в обычном режиме используется байт, иногда, и на этом тоже будет экономия. за счет использования контрольного управляющего слайса мы можем выполнять троичный поиск, то есть да, нет, не важно. Какие алгоритмы, мне кажется, можно сделать на ассоциативном процессоре? это глобальное выравнивание, когда у нас две последовательности надо выровнять одна относительно другой, поиск мотивов, множественное выравнивание, когда у нас много последовательностей нужно выровнять между собой, и конструирование матрицы, вот я не помню, как она называется по-русскому, на русском, подобие по-английски как? Point Matrix of Simurity, по-моему, матрица подобия, она тоже называется, ну, то есть с теории графов я, наверное, уже собиралась уходить, потому что здесь нужно более плотно общаться уже с теми, кто занимается теорией графов, но хотелось смотреть именно в сторону биоинформатики. Все, спасибо за внимание. Спасибо, так как я чувствовал, что мы в час уложимся, то я заведомо не спрашивал, будем ли делать перерыв, но сейчас у нас есть время для обсуждения вопросов, и если позволите, я сразу задам один вопрос, два, точнее, вопроса. Первое, следует ли, первое, следует ли из вашей, из вашей работы, что физически реализовывать ассоциативную машину и не надо. Графический процессор прекрасно подходит. Надо. Именно надо, именно надо, не любопытно, а надо. Надо, потому что, смотрите, у нас возникает всегда, на каждом этапе у нас возникает задача, которая требует непосредственно большую машину. то есть, вот, моя реализация не допускает, ну, я, я не вижу, что она допустит, выход из одной графической карты, поскольку тогда нам придется делать еще синхронизацию между картами, и это съест большую часть производительности, и это значит, что мы ограничены в размере физической карты. Да, графический ускоритель у нас постоянно развиваются, но все равно надо. И второй вопрос сразу же. Вот видите, правда, не очень простая подоплека, так как сейчас я преподаю теорию игр, но естественно. А вот для нахождения, например, того же равновесия Нэша методом доминирования, когда просто-напросто мы в большой матрице ищем, какая стратегия доминирует, фактически какой столбец доминирует над каким столбцом или какая строка доминирует над какой строкой. Так на ассоциативной архитектуре это должно легко пойти, потому что мы можем сразу оперировать столбцом и строкой. Здесь здесь есть большой нюанс, для меня пока неразрешимый. Нам придется переводить матрицу в бинарный вид, а у вас, насколько я помню, кроме ноликов и единичек должно быть Я поэтому и спрашивал, какие. Поэтому здесь просто, наверное, не ответить, но теоретически, если нам нужно просто сравнить две строки или два столбца, можно, но тогда матрица должна быть очень большая, а вы оперируете маленькими матрицами. Маленькими матрицами лишь только на уроках, а теоретически как раз наоборот. Если пытаться доминирование сделать рабочим алгоритмом, то там неизбежно надо, чтобы оперировать сразу столбцами или строками. Размер матрицы какой? Ну, вот в данном случае, чисто в учебном примере, который мы оценивали, порядка 100 тысяч на 100. Ну, 100 тысяч на 100, наверное, можно попробовать в принципе и сравнить, потому что, когда мы с вами договорили вот с случайными графами, да, 100 на 100 почти нет выигрыша параллельной реализации с последовательной, нужно уходить, ну, хотя бы в тысячу, а лучше дальше. Да, спасибо. У меня вопросы пока закончились. Вот тут есть в чате вам на... Татьяна, возможно, вам будет интересно посмотреть на использование параллельных представлений для синтаксических деревьев. Николай, может быть, вы что-то произнесете просто? Да, могу пару слов сказать. Татьяна, спасибо за доклад, в первую очередь, было интересно. Да, у меня, я занимаюсь сам, как это, компиляторами и больше даже proof-assistant ами, вот, но есть одна статья, которая меня так в фоне интересует, в которой было предложение о представлении синтаксического дерева в таком виде, в котором с ним было бы удобно работать на GPU, там, в частности, человек работает с языком программирования АПЛ, наверное, знаете, нет, не моя тема. Нет? Нет. Вообще не связано? Нет. Окей, мне почему-то казалось, что смежно, потому что там тоже получается представление синтаксического дерева в виде матрицы, и дальше алгоритмы вместо рекурсивных заменяются на такие параллельные. мне казалось, что с языком АПЛ не сталкивалась, поэтому... Там сам язык не так важен, интересны именно представления и вот эти параллельные алгоритмы работы с синтаксическим деревом. А можно какие-нибудь ссылки тоже? А вот в чате она есть. Я чат вас произведу, не беспокойтесь. Да, ссылку я скину, вот, если вдруг в какой-то момент возникнет интерес обсудить подробнее, я буду рад с кем-нибудь, кто про GPU знает чуть больше, чем я сам, обсудить. Вот. Сейчас посмотрю. Еще высказывания. Еще у меня вопрос. Можно, да? Да, Аркадий. Вот я хочу продолжить, так сказать, первый вопрос Николая про построение стармашины. Вы говорили о синхронизации, которая, так сказать, придется в GPU делать, когда если делать ее большой, но вот когда вы мыслите себе большую стармашину, то вы мыслите, что там вот в этой большой машине и она будет большой и синхронной при этом. Или можно все-таки пойти каким-то путем, чтобы большая работала как-то там совсем синхронно? Нет, вот особенность ассоциативных архитектур, что у нас поиск делается синхронно, и поэтому команды выполняются синхронно. Это как раз та веточка, развилочка, которая совершилась, потому что ушли от синхронности и ушли от того, что один процессор передает данные всем сразу. То есть в параллельных вычислениях, наоборот, если MPI брать, кластеры, стараются уменьшить синхронизацию и уменьшить передачу данных между процессором, но это неотъемлемая черта ассоциативных процессоров. Спасибо. Еще высказывания, вопросы. Извините, совершенно стандартный вопрос, но в данном случае он даже продиктован не тем, что вам защищаться, а просто-напросто. Вот в каких местах ваши публикации приветствовались и находили свою среду? Получается, что это не вопрос о Ваковских, а количестве. Это вопрос. Я поняла. Наверное, все-таки это те, которые специализируются на теории графов, но именно вычислительные теории графов. Понятно. Понятно. То есть это как раз Родионов, вот такие люди? Ну, в целом, да. Понятно. Еще вопросы, высказывания? Можно? Я выскажу некоторые пожелания. Было бы интересно сравнить, но не с обычной какой-нибудь фонейменовской архитектурой. А ведь были же и другие попытки отойти от фонейменовской архитектуры. В качестве примера я вспоминаю так называемые компьютеры Connection Machine. Connection Machine были в конце 80-х годов и в самом начале 90-х. Я читал про них, их разрабатывал Уильям Дэниел Хиллис. Они интересны тем, что это были отдельно построены суперкомпьютеры. со своей уникальной архитектурой, заточенной на параллелизм. Это было не ассоциативные машины, а это были именно другой путь, другой вид отступления от архитектуры фонеймена, когда суперкомпьютер был основан на одновременном параллельном исполнении, например, операции МЭП, когда операция ко всем элементам последовательности применяется параллельно, а потом применяется редюс к получившейся последовательности, то есть происходит параллельная свертка. То есть на таких операциях были построены коннекшн-машины, в них использовался язык программирования, который назывался стар-лисп, то есть проще говоря звездочка ЛИСП с такими операциями. Конечно же, я понимаю, что вот именно коннекшн-машины, их сейчас уже нет, но просто и описание архитектуры я видел, я ее читал, сравнение было бы интересно в частности, а в целом было бы интересно сравнение еще и с другими отступлениями от фонеймановской архитектуры. Спасибо за предложение, я только немножко здесь могу, не знаю, добавить, наверное, что до 90-х было очень много разных разветвлений, сейчас не очень легко найти работы по ним, но основная претензия, которая звучала до, наверное, вот 16-18 года для нас с Анной Шмелевной была, а где можно ее увидеть, то есть отсутствие железа, на котором можно было посчитать, сразу сводило работу в глазах даже лаборатории, как что-то несущественное, неважное, и вы тут непонятно, чем занимаетесь, а результат это где, поэтому я не знаю в плане того, как сравнивать, когда нет цифр совсем, то есть можно переложить один алгоритм на другой, и работа была сделана у Анны Шмельевны, когда она сравнивала с другими машинами, там ортогональная машина еще упоминалась, которую я тоже сейчас не вижу нигде описания, кроме АСКа, но я боюсь, что мои даже зафлап эту работу скорее всего не поддержат. А зафлап это Малышкин? Да, Виктор Мануилович. То есть когда мы начали на GPU считать, ну, стали смотреть как-то более лояльно, что ну да, ну что-то вы уже в работу лаборатории вписываетесь. Да. Тоже, Дмитрий, спасибо за вашу ссылку. В любом случае. В любом случае. Кстати, у нас в результате лаборатория Виктора Мануиловича достаточно активно участвует и регулярно выступает. Вы вот уже третий человек из лаборатории. Это здорово. Коллеги, так как, по-видимому, сейчас мы уже заканчиваем семинар, от Татьяны Валентиновны была просьба на самом деле очень трудно найти оппонента, в данном случае доктора наук, первого оппонента. Те предложения, я вижу, что прямо сейчас среди нас докторов наук нет. Ну, виноват, Татьяна Валентиновна. Виноват. Ну, я не судила. Да. Вот, тем не менее, вопрос обсуждаемый и это в качестве обратной связи было бы очень, наверное, полезно и хорошо. Так? Ну, да, и в целом, как бы, насколько я понимаю, на защиту отзыва на автореферат, допустим, тоже приветствуют. В данном случае, само собой, вы имели достаточно времени, чтобы донести и ответить на вопросы, да, так что это будет значительно облегчено работу, если надо будет отзыв на автореферат. Ну, тогда на сегодня, наверное, все. Два последних объявления. Первое. На этой неделе я разошлю приглашение проголосовать за день и время в следующем семестре. Сегодня я разговаривал с Лидией Васильевной Городней. Для многих людей из Новосибирска 6-10 вечера по Новосибирске несколько поздно. Я думаю, для вас, Татьяна Валентиновна, тоже, да? Ну, да. Да, да, Тем не менее, я разошел приглашение. Пожалуйста, голосуйте, от количества голосов зависит. Но при этом, конечно, если вы голосовали, то мы ждем, чтобы вы приходили и приводили других участников. Это раз. Второе объявление. Ну, скажем так, сейчас у нас в стеке, правда, еще не выложено на сайте, есть два предложения про темы ближайших двух семинаров. Я их не хочу анонсировать, но вообще говоря, у нас сейчас некий дефицит тем выступающих. Поэтому, опять же, если у вас есть кого вы хотите послушать, не обязательно вы сами. пишите, попробуем договориться с этими людьми. Хорошо? Тематика, фундаментальные вопросы программной инженерии и теория программирования. Например, ваше выступление очень хорошо вкладывается, потому что это экспериментальное программирование на экспериментальной архитектуре. Да, действительно интересно. Все? Спасибо тогда. А вот можно по поводу текущего доклада вот ссылки на автореферат и, может быть, даже текст рессортации у нас где-нибудь есть доступны? Очень хорошо. Ссылку на автореферат я могу выслать. Он уже, так скажем, вычитан достаточно хорошо. А вот ссылку... Ну, то есть я в диссовет я еще не предоставляла данные. У меня подвис кандидатский экзамен. Я сейчас этим занимаюсь, поскольку был сдан давно и теперь его надо пересдавать. Была философия, а теперь философия и история науки. Вот. Но ссылку на автореферат я могу выложить. Ссылку на диссертацию, когда я в диссовет пойду, она появится и тогда я могу ее тоже прислать. Замечательно. Ну, что уже успехов вам. А пришли мне ссылку, я просто добавлю на автореферат, я добавлю потом в чат. Хорошо? Хорошо, спасибо. Все. Ладно тогда. Еще раз повторяю, ждем информации о том, кого бы вы хотели послушать. Хорошо, спасибо. Все. До свидания тогда. Все. Заканчиваю. До свидания всем. Спасибо. Спасибо. До свидания.